Так, ну ладно, давайте начинать потихоньку. Мы сегодня поговорим про теорему Вейерстрасса. Смотрите, до сих пор, когда нам нужно было доказать, что какой-нибудь предел существует, мы бы это делали так, мы знали, какой конкретно это предел, и дальше пользовались определением, потому что определение нам позволяет доказать, что предел равен какому-то конкретному числу. Но иногда нам будет нужно иметь возможность доказать, что у последовательности есть предел, даже не зная, чему этот предел равен. И вот сейчас мы сформулируем и докажем через некоторое время теорему, которая позволяет делать такие вещи, то есть доказывать, что последовательность, обладающая некими свойствами, а именно монотонность и ограниченность, имеют предел, даже несмотря на то, что мы не знаем, чему этот предел равен. Но прежде чем мы будем говорить, собственно говоря, про теорему Верштрассе и про понятие предела, мне нужно ввести несколько новых понятий. Ну, как новых, некоторые из них такие старые, новые. Давайте нам несколько определений. Ну, во-первых, мы говорили про ограниченные последовательности. Но, в принципе, понятие ограниченности можно отнести не только к последовательностям, но и к любым множествам, к любым подмножествам числовой прямой. Значит, давайте я скажу так. Пусть некоторое множество А является подмножеством числовой прямой. Я не помню, я, возможно, не вводил этот знак, но, наверное, вы с ним встречались, вот это подмножество. Значит, если А – это какое-то подмножество вещественной прямой, оно называется ограниченным сверху. Если существует такое С, что для всех х из А, х не превосходит С. Значит, мне сейчас будет удобно использовать не строгое неравенство, поэтому я тут пишу именно так. Значит, это ограниченность сверху, ну и, понятно, ограниченность снизу. Значит, ограниченным снизу. И если существует… Значит, вот это самое множество А называется ограниченным… Ага, да. Давайте я сделаю вот… Не-не, я знаю, просто я хочу, чтобы оно осталось на записи. Давайте я сделаю вот так вот. Надеюсь, что так будет нормально. Хотя не знаю, как будет. Посмотрим. Значит, ограниченность снизу, если существует такое С, что для всех х, наоборот, больше либо равен С. Ну, хорошо, давайте для проверки определить пример неограниченного множества. Ни сверху, ни снизу. Натуральные числа. Натуральные числа какие? Ограниченность снизу… Значит, Н ограничено снизу. Каким числом? Ну да, например, нулём. И неограничено сверху. Да, ну а целые числа неограничены ни сверху, ни снизу. Хорошо. Смотрите, теперь можно ввести такое понятие. Собственно говоря, мы его уже обсуждали, у вас даже в домашке была задачка на эту тему. Есть понятие максимума и минимума множества. Значит, давайте ещё одно определение. Значит, х – это минимум какого-то множества А. Это означает, что для всякого у из А больше либо равен х. И одновременно мне нужно ещё одну вещь потребовать. Какую вещь ещё нужно потребовать, чтобы сказать, что х – это минимум множества А. Да, что х принадлежит А. Значит, если я вот этого требования не накладываю, что х принадлежит А, то тогда получается, что просто х – это какая-то граница снизу. Это какое-то нижнее ограничение. Но если оно принадлежит своему множеству, то оно тогда называется минимум этого множества. И аналогично определяется максимум множества. Значит, опять же, это означает, что все остальные элементы его не больше, и одновременно оно обязано принадлежать множеству А. Значит, вот определение минимума и максимума множества. Собственно говоря, у вас была задачка в домашней работе доказать, что у любого конечного множества обязательно есть там либо минимум, либо максимум. Можно сделать по индукции. А для бесконечных множеств? Ну, понятно, что есть неограниченное множество. С неограниченным множеством все понятно. Там точно никакого нет. Допустим, если множество неограничено сверху, то у него точно нет максимума. А вот с ограниченными множествами, у ограниченных множеств обязательно ли есть максимум и минимум? Допустим, множество ограничено сверху. Обязательно у него есть максимум. Почему? Почему нет? Ну, непонятно, что к чему стремиться. У нас просто какое-то конкретное множество. Ну да, вы сейчас приводите какое-то такое множество, которое берется как множество элементов последовательности. Но можно привести какой-нибудь пример попроще, без всяких последовательностей. Давайте рассмотрим такой пример. Очень простое множество, все его со школы знают. Значит, вот у нас есть нолик, у нас есть единица, и давайте я рассмотрю такой полуинтервал. Ноль включается, единица не включается. Значит, вот такая вот штука. Это множество ограничено снизу? Ограничено. У него есть минимум. Что является минимумом множества? Значит, минимум этого множества – это ноль. Оно ограничено сверху? Ограничено. Чем, например? Например, единицей, или двойкой, или тройкой. Или числом π. А максимум у него есть? А почему максимума нет? Ну да, то есть если я беру какой-то элемент нашего множества, то есть смотрите, мне важно, когда я определял максимум и минимум, мне важно, что я брал тот элемент, который принадлежит множеству. Да, но если я беру любой элемент этого полуинтервала, то я могу найти элемент, которого его больше. Я могу взять просто, например, середину вот этого отрезка. Вот если у меня здесь есть элемент х, то я могу взять середину отрезка. Кстати, как середину этого отрезка записать в виде формулы? Полусумма двух чисел – это середина отрезка между этими числами. Это очень важная геометрическая штука, очень часто пригождается. Значит, вот это число, х плюс один пополам, оно, с одной стороны, тоже гарантированно лежит в этом множестве, потому что оно львее единицы. А с другой стороны, оно гарантированно больше х. Поэтому минимум не существует. Кстати, наоборот, максимум не существует. Значит, для всех х существует у, который есть х плюс один пополам, больше х. И у принадлежит а. Вот. То есть, смотрите, даже у ограниченных, вот у конечных множеств, у них всегда есть максимум, минимум, они хорошие. А бесконечные множества, как видите, уже таким хорошим свойством не обладают. Очень понятное устроенное множество, тем не менее, оно прекрасным образом ограничено и сверху, и снизу, но вот максимума у него нет. Нам хочется это как-то исправить, нам хочется как-то обобщить понятие максимума и минимума так, чтобы для любого множества, ограниченного с правильной стороны, эта штука существовала. И для этого мы сейчас введем новые понятия, понятия точной верхней грани и точной нижней грани. Кстати, а вот как вы считаете, что является, как бы, вот в этом примере, что является претендентом названия такого обобщенного максимума для этого множества? Ну вот единица, да? А из каких соображений мы выбираем именно единицу? Все члены меньше одного, это правда. Но, например, почему не двойку? Все члены меньше двух. Да, то есть как бы мы хотим сделать следующее. Вот мы не можем, вот здесь у нас было требование, чтобы максимум и минимум принадлежали нашему множеству. А вот в этом случае такая штука не работает. Но мы хотим, сейчас мы хотим выбрать такое число, которое, с одной стороны, будет удовлетворять вот этому условию. То есть оно будет, то есть все элементы будут, например, меньше, чем это число. А с другой стороны, оно будет как можно ближе к этому множеству жить. Да, давайте формализуем вот эту идею. Так, значит, для этого мне нужно дать еще парочку определений. Да. Смотрите. Значит, вот в определении, когда мы говорили, что бывают множества ограниченные сверху, ограниченные снизу, видите, здесь встречают вот это С. Да, это та штука, которая ограничивает. Вот это С называется верхней гранью в случае, если это ограничение сверху, и нижней гранью в случае, если это ограничение снизу. Грань здесь в смысле граница, ограничение. Соответственно, давайте мы введем такое, введем такие множества. Значит, множество УБ от А. Значит, называется множество верхних граней. Число 0,9 в периоде – это число 1. Нет, оно 1. Со всех разумных точек зрения оно 1. Это просто другая запись числа 1. Число 0,9 в периоде – это просто другая запись числа 1,0 в периоде. Ну, нет, нельзя. Ну, как бы, по крайней мере, в рамках той системы чисел, которую мы строим, и которую мы рассматриваем, нельзя. В принципе, можно рассматривать по-другому устроенную систему чисел, но мы не будем. Множество всех верхней грани множества А. Это штука, которая определяется вот так, смотрите. Это множество таких С вещественных, что для всех X-ов из А X не превосходит С. То есть это буквально множество всех тех чисел, которые являются верхними гранями множества А, то есть которые ограничивают все множество А сверху. Смотрите, я раньше, конечно, не использовал такую запись. Это такой способ создавать множество. Значит, я здесь говорю, я говорю следующее, что я создаю множество таким образом, и я говорю, из какого множества я выбираю элементы, а дальше я говорю, к какому условию эти элементы должны удовлетворять. В данном случае я говорю, что это множество, которое состоит из тех вещественных чисел, для которых верно вот это утверждение, верен вот такой предикат. Ну вот палочка или двоетёчка, когда как, оно отделяет, в данном случае я хочу писать палочку, оно отделяет ту часть, когда я пишу, из какого множества эти элементы берутся, и ту часть, где я пишу, к какому условию они должны удовлетворять. Да, да, ну вот, значит, ну вот в примере выше, сейчас давайте посмотрим, вот в этом примере, что будет множеством верхних грани, вот этого множества, от нуля до единицы. А единицы включаем или нет? Включаем, да. Давайте я нарисую, значит, вот такое вот множество, вот такой луч замкнутый, включающий единицу, вот это вот есть множество верхней грани. И аналогично определяется множество нижних граней, lower bounds. Значит, это то же самое, только неравенство в другую сторону. Значит, что будет множеством нижних граней в этом случае? Так, ну все числа меньше нуля, а вот с самим нулем что будем делать? Включаем ее, включаем его или нет? Да, смотрите, вот здесь вот в этом условии неравенство не строго, и это здесь важно сейчас. Поэтому это означает, что если так оказалось, что x равен c, то есть какой-то из элементов множества совпал с c, это не страшно. Знак поменял. Да, 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 сейчас поменяю. Вот так. Вот, поэтому множество множество нижней грани вот такое. Вот. Теперь смотрите, давайте вернемся после того, как мы эти два множества определили, давайте вернемся к нашей задаче. Я хочу придумать какое-то обобщение максимума так, чтобы, например, вот этого множества максимум существовал. Да, и причем равнялся вот этой вот единице. А если теперь посмотреть на множество верхней граней, то видно, что у него есть минимальный элемент, это единица. и это вот как раз ровно то, что нам нужно. Давайте я это определю, давайте я введу еще одно определение, собственно говоря, то, ради чего вся эта штука затевалась. А значит, точной верхней гранью множество А называется минимум из множества всех верхних граней А. Значит, слово «точная» здесь означает, что как раз, что меньше сделать нельзя. Что вот верхняя грань много разных, а та верхняя грань, которая нас интересует, она точная. Ее не улучшишь, не сделаешь меньше. О, это прекрасный вопрос. А правда ли, что этот минимум всегда существует? Потому что кажется, что я кажется, что я как-то ввожу нас кругами. Я начал с того, что нам нужно какое-то обобщение для понятия максимума и минимума, а закончил тем, что вот давайте возьмем минимум. Это очень хороший вопрос. Действительно, это нетривиальное утверждение, которое я не буду доказывать, но сейчас немножко про него поговорю. о том, что точная верхняя грань и точная нижняя грань всегда существуют для ограниченных подмножеств r. Давайте я напишу определение для точной нижней грани. Понятно, оно пишется точно так же. Значит, точной нижней гранью. Множество а называется максимум множества нижней грани. И давайте я еще введу обозначение. Точная верхняя грань называется супремум, пишется вот так, суп. Супремум. А точная нижняя грань пишется инф, называется инфимум. И действительно, давайте я сформулирую теорему. А если множество а ограничено сверху, у него есть супремум. Если снизу, то инфимум. В отличие от максимума и минимума, супремум и инфимум всегда существуют. Я не буду это доказывать. Это можно доказать, пользуясь определением вещественных чисел как бесконечных десятичных дробей. Немножко занудное доказательство. Там нужно некий алгоритм строить, который будет по цифркам генерировать число, которое является супремумом, а потом доказывать, что действительно сгенерировал то, что нужно. В Википедии этот алгоритм есть. Я когда-то его хотел рассказывать на лекциях, но сначала прикинул, как он выглядит. Сначала я его представил себе в голове, и он мне показался простым. Потом я попробовал как бы написать его, и я понял, что это немножко тяжко. Потом я открыл Википедию, посмотрел, как там написано, и понял, что лучше, видимо, не сделаешь. Я отказался от идеи рассказывать это на лекциях, потому что все уснут. Другой вариант – это строить вещественные числа немножко, по-другому строить их не как бесконечно десятичные дроби, а строить их как так называемые додекиндовые сечения, грубо говоря, как ограниченное множество рациональных чисел. И вот этот подход мы будем обсуждать в рамках дополнительного листочка, который мы в ближайшее время опубликуем. Соответственно, если кому-то интересно совсем аккуратно доказать, что действительно супремум и инфимум существуют, у вас будет такая возможность. Ну, и заодно познакомиться с другим, но зато аккуратным и относительно простым способом построения системы вещественных чисел. Давайте я доказывать не буду, но давайте я покажу, попробую показать, что это не совсем тривиальный результат. Ну, вот, например, если бы мы были древними греками и вообще бы ничего бы не знали про вещественные числа, а знали бы только про рациональные числа, как бы мы не считали бы, что вещественные числа вообще хоть как-то существуют, у нас не было бы такого понятия, ну, в смысле, вещественные, не являющиеся рациональными, нерациональными, то для нас бы тогда вот эта теорема не работала бы, Потому что мы можем рассмотреть такое множество. В рациональных числах теорема неверна. Можно рассмотреть такое множество. Вот смотрите, рассмотрим множество всех рациональных чисел, таких, что их квадраты меньше 2. Значит, это под множество множества рациональных чисел. Значит, вот это множество, оно задается только в терминах рациональных чисел. Я нигде здесь никаких рациональностей сейчас не писал. Но при этом, если бы я, будучи древним греком, попробовал бы найти супрамм этого множества, у меня бы ничего не получилось. Потому что, ну как, мы на самом деле сейчас знаем, что является супремумом этого множества. Кстати, что? Корень из 2. То есть вот у нас есть здесь корень из 2, который не рационален. И вот тут у нас есть всевозможные рациональные числа, которые меньше корня из 2. Но в силу плотности множества рациональных чисел нет такого рационального числа, которое было бы супремумом вот этого множества. Значит, его нет ни среди тех чисел, которые лежат левее корня из 2, потому что мы можем всегда сдвинуться вот сюда и найти число побольше. Ни среди чисел, которые правее корня из 2, потому что, наоборот, мы можем сдвинуться влево и найти число поменьше. А супремум вот этого множества, он не лежит в множестве рациональных чисел. Поэтому, так вот, если думать про то, что мы бы не знали про существование вещественных чисел, то там оттерема была бы неверна. В некотором смысле это означает, что вот, несмотря на то, что рациональные числа всюду плотны, в любом отрезочке есть бесконечно много рациональных чисел. Несмотря на это, между ними как бы есть дырки. Но вот эти дырки заполнены иррациональными числами. Эти дырки, они как бы тоже бесконечно маленькие, потому что рациональные числа всюду плотны. Но, тем не менее, что-то там есть. А во множестве вещественных чисел никаких дырок нет. Вот как бы теорема про существование точной верхней грани – это теорема про отсутствие дырок во множестве вещественных чисел. Ну, это некоторое неформальное описание, но сейчас я ничего более подробного говорить не хочу. Окей? Округлить вы его не можете. То есть, когда вы округляете, вы получаете какое-то рациональное число, получаете какое-то рациональное приближение, которое может быть либо больше, либо меньше. Но действительно, у вас будет… Вы сможете сделать… Например, если вы округляете корень из двух до полутора, то вы можете взять приближение 1,42, и оно будет меньше, чем полтора. Поэтому полтора не является точной верхней гранью. Проблема в том, что рациональное число, если я возьму любое рациональное число, которое больше, чем корень из двух, то между корнем из двух и этим рациональным числом найдется еще одно рациональное число, которое тоже будет верхней гранью для вот этого множества. Но это означает, что вот то рациональное число, которое я взял, не будет точной верхней гранью. Да? А в вещественных? Вот все, что мы сейчас обсуждаем, это вещественные числа, бесконечные десятичные дроби. Ну, в целых и натуральных там неинтересно, потому что в целых и натуральных числах всегда существует максимум и минимум, если множество ограничено. Поэтому там не нужно гранить огород с управлением. Окей, давайте теперь сформулирую и докажу теорему Вейш-Трасса. Теорема такая. Пусть последовательность АН обладает двумя свойствами. Пусть она ограничена и не убывает. Тогда у нее есть предел. Такая короткая формулировка. Давайте я к ней иллюстрацию нарисую. Значит, вот у нас есть какая-то последовательность. Значит, у меня по горизонтали будет, как обычно, N. По вертикали будут элементы последовательности. И как-то вот так они живут. И есть какое-то ограничение. Есть какое-то С, которое ограничивает нам все сверху. Тогда я утверждаю, что в нашей последовательности есть предел. То есть найдется какое-то, вообще говоря, другое число. А. К которому наша последовательность стремится. Вот. Давайте докажем. Как вы думаете, как бы нам найти А? У нас есть только определенное пределы, которое требует от нас, чтобы мы ему сказали, чему равно А. Как бы нам его найти? А с управлением какого множества? Не понял пока. Множество АН. То есть у нас АН – это последовательность, но мы можем рассмотреть просто множество всех элементов АН. В нем будет, ну, как бы, смотрите, в последовательности бесконечно много элементов. Но при этом, если мы все эти элементы соберем в множество, то это множество окажется ограниченным. Почему? Чем оно ограничено? Оно ограничено вот этим вот С. Давайте я скажу, я переформулирую, что у меня последовательность АН ограничена. Значит, существует такое С, что для всех Н натуральных АН не превосходит С. Но тогда множество, множество вот такое, значит, это просто я… Значит, вот такое множество тоже ограничено. На самом деле тоже константы С. В нем может быть бесконечно много элементов. Поэтому мы не можем использовать теорему о том, что там в любом конечном множестве есть максимум или что-нибудь в этом роде. И может быть, что у него нет максимума у этого множества. Но оно ограничено, потому что ограничена исходная последовательность. Вот это вот множество, да? Значит, смотрите, вот так вот мы обозначаем последовательность. Последовательность – это штука, в которой элементы написаны по порядку. Они там могут повторяться. И, в общем, последовательность – это, ну, как мы говорили, что последовательность – это отображение из множества натуральных чисел в множество вещественных чисел. Когда я из него создаю множество, вот такую штуку, то это означает, что я просто как бы сваливаю все элементы в один большой мешок. Вот это множество, оно не помнит, в каком порядке были элементы. Если какой-то элемент повторяется 10 раз, то он во множество входит только один раз и так далее. В нем может быть конечное количество элементов, в нем может быть бесконечное количество элементов. Например, представьте себе, что у вас последовательность устроена была так – 1, 1, 1, 1, 1 и так далее. Тогда вот в этом множестве будет единственный элемент единицы. А если ваша последовательность была устроена как 1, 1 плюс 1, 2, 1 плюс 1, 2 плюс 1, 4 и так далее, то тогда здесь будет бесконечно много элементов. Как бы вот эта процедура формирования множества элементов последовательности – это просто… Ну, проще всего себе представить так, что вот у вас был записан бесконечный ряд чисел. Вы могли спрашивать, какой элемент там стоит на 10-м месте. А потом мы взяли, все эти числа свалили в один большой мешок. Причем не просто в один большой мешок, а такой магический мешок, который был этим свойством, что если туда попадают два одинаковых элемента, то остается только один. И вот после того, как вы туда все это сложили, вот вы получили вот это вот множество. Этот мешок уже не помнит, какой элемент на каком месте стоял, сколько раз повторялся и так далее. Он просто знает, какие элементы в принципе были. Вот. Ну, окей. Значит, вот это множество ограничено сверху. Давайте я напишу ограничено. Да, я здесь, конечно, не дописал. Значит, последовательность ограничена сверху. Конечно, если она ограничена, то она ограничена сверху тоже, но мне достаточно будет ограниченности сверху здесь. И здесь тоже множество будет тоже ограничено сверху. Окей, давайте теперь, поскольку мы знаем, что это множество, это множество вещественных чисел ограничено сверху, давайте возьмем его супремум. Просто вот положим. И докажем, что А является пределом нашей последовательности. Да, значит, я был вынужден перейти от последовательности к множеству, потому что я определился супремум для множества. Можно было формально сказать, что супремум последовательности – это супремум множество ее элементов. В общем, что я, в принципе, и сделал. Итак, значит, я хочу доказать, что А – это на самом деле предел. Ну, давайте доказывать. Значит, я докажу в два шага. И первый шаг такой. Я хочу доказать, что моя последовательность, элементы моей последовательности подходят к А сколь угодно близко. То есть что это означает? Это означает, что каким бы я ни выбрал эпсилон… Давайте я нарисую. Вот у меня есть какой-нибудь… Хочу какой-нибудь коридорчик вокруг А взять. Вот такой вот, например. Значит, каким бы маленьким я ни выбрал бы вот этот коридорчик, обязательно найдутся элементы, которые в нем находятся. Последовательность подходит сколь угодно близко к А. Ну, действительно, давайте докажем от противного. Ну, то есть что я хочу доказать? Я хочу доказать такое утверждение, что для всякого эпсилона больше нуля найдется такой элемент N большое, номер N большое, что… Значит, что А минус АН меньше, чем эпсилон. Нет, нет, вот я хочу… Сейчас я доказываю именно вот это утверждение, что подойдет. Пока это вот не определение предела, а это более слабое утверждение. Это утверждение, что в принципе найдется какой-то элемент, который будет близок. Для любой степени близости найдется элемент, который будет близок… А, сейчас, я вот здесь вот… Здесь нужно большое написать, вот, что вас смутило. Значит, во-первых, почему я пишу именно так, почему здесь не нужно модуль ставить? Значит, А большое супремум, а раз А большое супремум, значит, все остальные… А все элементы последовательности уж явно не больше, чем А большое. Поэтому, если бы я поставил здесь модуль, то ничем бы не поменялось. Ну, я здесь сказал, что у меня есть N большой. Я говорю про какой-то конкретный элемент. Значит, вот я говорю, что найдется… Вот для любого эпсилона найдется один конкретный элемент какой-нибудь, который будет лежать в этом коридорчике. Что на самом деле он не один, это мы следующим шагом докажем, а это на самом деле просто из монотонности. Но давайте сначала про один элемент докажем. Ну, вот это давайте докажем от противного. Пусть не так. Ну, что означает не так? Нужно взять отрицание от этого утверждения, то есть найдется такой эпсилон, больше нуля, что для всех натуральных N выполняется неравенство А большое минус А, N больше либо равно эпсилон. То есть, иными словами, что это означает? Если предположить, что это не так, то это означает, что я нашел здесь, что я нашел вот тут вот какую-то такую границу, такую, что за эту границу никакой элемент у меня не заходит. Чему это противоречит? Потому что А супремо, потому что тогда бы вот эта граница была бы с супремо, ну, по крайней мере, она была бы меньше, чем А, меньше, чем А большой. И при этом по-прежнему все элементы нашей последовательности были бы ниже ее. Вот. Ну, давайте формально посмотрим, как это получается. Значит, как вот это неравенство можно переписать? Можно сказать, что, значит, тогда для всех натуральных N А N меньше либо равняется А большой минус эпсилон. А большой минус эпсилон строго меньше, чем А. То есть мы получили, что А большой минус эпсилон является верхней гранью для множества всех элементов нашей последовательности меньшей, чем А. Противоречие с тем фактом, что А супремо. То есть, если бы последовательность не подходила сколько угодно близко к А большому, то, значит, ее бы что-то останавливало. И это что-то было бы меньше, чем А большое. И это противоречило бы тому, что А большое нельзя уменьшить с сохранением свойства, что она является верхней гранью. Как? Похоже на правду? Хорошо. Все, доказали. Последовательность подходит, сколько угодно, близко к А. Давайте шаг второй. Собственно говоря, что А – предел. Смотрите, это на самом деле очень просто. Если мы знаем, что мы в какой-то момент оказались вот в этом коридорчике, то следующие элементы уж точно будут в этом же коридорчике. Почему так? По неубыванию, да. С одной стороны, она не зайдет за вот это А большое, поэтому сверху она из этого коридорчика не выйдет. А с другой стороны, снизу она тоже не выйдет, потому что она не убывает. И все элементы будут разве что ближе к этому А большому. Ну, давайте так и скажем. Для всех n маленьких больших, чем n большое, опять же, расстояние от А до А n-ого, давайте я вот тут напишу, значит, А n будет больше либо равняется, чем А n большое. А вот это монотонность. Монотонное возрастание. Точнее, не убывание. Давайте просто напишу не убывание. Ну, а это означает, что А большое минус А n будет меньше либо равно, чем А большое минус А n большое. А это, в свою очередь, штука меньше эпсилона по условию. То есть мы доказали, что для всякого эпсилона найдется такое n большое, что, начиная с этого n большого, ну, во-первых, сам А n большое лежит в нужном нам коридорчике. Но это ладно. И все последующие элементы тоже лежат в этом же коридорчике. Значит, вот здесь вот модуль не нужен, так как эта штука просто равна этому модулю, так как А больше либо равняется А n. Так, ну что, вроде доказали. Давайте, смотрите. Значит, доказательство состоит из двух шагов. На первом шаге мы говорим, что наша последовательность подходит сколь угодно близко к вот этому А большому. Значит, А большое мы взяли просто супремо вот этого множества всех элементов. На первом шаге мы говорим, что последовательность подходит сколь угодно близко. Но почему она это делает? Потому что если бы она этого не делала, то есть нашелся бы такой эпсилон, что элементы последовательности не лежат в эпсилон-коридорчике, то тогда можно было бы это А большое уменьшить, а именно заменить на А большой минус эпсилон. А большой минус эпсилон тоже было бы верхней гранью. Если бы у меня был бы такой коридорчик, в котором нет никаких элементов последовательности, если бы вот эти точки были где-то вот здесь, и все остальные тоже были бы где-то вот здесь, то вот эта штука, вот эта нижняя граница была бы верхней гранью. Но мы не можем взять точную верхнюю грань в рациональных числах. А сейчас мы работаем в вещественных числах. Поэтому сейчас можем. Соответственно, если бы такое ограничение нашлось, то мы просто бы уменьшили бы А. Это противоречило бы тому, что А – это именно супремо, именно самая маленькая верхняя грань. А второй шаг состоит в том, что если мы в какой-то момент попали в этот коридорчик, то дальше мы из него никак не уйдем, потому что мы не можем уйти выше А, потому что А – верхняя грань, и все элементы меньше нее, по крайней мере, не больше. И не можем уйти вниз, потому что последовательность не убывает. И все доказано. Давайте мы сейчас попробуем применить эту теорему. Чтобы ее применить, нам сейчас понадобится… Я ее буду применять к довольно сложной устроенной последовательности, к последовательности, которая дает нам число Е. А именно, применим теорему Верштрасса. В семинарах у вас будут другие, в том числе более простые примеры, применение этой теоремы. Но вот сейчас я хочу поговорить про число Е. для доказательства такого утверждения. Существует предел… Вот такой штуки. Единица плюс единица, деленная на n в степени n. Значит, если вы попробуете просто посмотреть на этот предел, с точки зрения арифметики пределов, что-то сделать. Как, получается? Нет? Не очень. Нужно возводить в бесконечную степень, непонятно, как это делать. У вас есть какое-то число, но вот… Понятно, если бы у вас было бы число, типа, если бы у вас там была бы не 1 плюс единица на n, а, скажем, двойка, то мы бы знали, что 2 в степени n – это бесконечность, плюс бесконечность. Стремилось бы к плюс бесконечности. Если бы здесь было бы число 1 ровно, то 1 в какой степени не возводи, будет единица. А тут как-то что-то промежуточное. Тут вроде бы не единица, но что-то чуть-чуть больше, чем единица. И, в общем, непонятно, кто кого. Давайте докажем, что этот предел, в принципе, существует. Неочевидный факт. Для того, чтобы это доказать, мне понадобится сейчас поговорить немножко про комбинаторику, потому что я хочу раскрыть скобки вот в этой вот штуке, для того, чтобы доказать, что вот эта последовательность ограниченная и не убывающая. Чтобы раскрыть здесь скобки, мне нужен бином Ньютона. Кто-то знает про бином Ньютона, кто-то нет, поэтому я сейчас расскажу про все это с самого начала. Биномерные коэффициенты. Значит, смотрите, мне сейчас будет некоторая смена декораций. Мы вернемся к этой последовательности чуть позже, а сейчас полная смена декораций, обсуждаем некоторые комбинаторные вопросы. Значит, вопрос, на который мы хотим ответить, такой. Сколько существует различных k-элементных подмножеств n-элементного множества? Те, кто знают про биномерные коэффициенты, знают ответ, но пока что давайте попробуем к этому ответу потихонечку прийти. Понятен ли вопрос? Значит, сколькими способами можно выбрать двух человек из пяти такого типа задачи? Вот, давайте на него отвечать. Мы будем встроить ответ на этот вопрос последовательно. И для начала мне нужно поговорить про упорядоченные наборы и декортовое произведение множеств. Значит, мы обсуждали, что с множествами можно делать разные операции, там объединение, пересечение. Есть еще одна операция, которая очень важна и которую я сейчас аккуратно введу. Значит, если у нас есть x и y, это два каких-то множества, неважно каких, любых. Их декортовым произведением называется множество упорядоченных пар. Значит, элемент x из множества x большого, элемент y из множества y большого. Давайте я приведу пример. Значит, допустим, у меня x, это множество 1, 2, 3, а y – это множество, состоящее из двух букв а и b. Что такое их декортовое произведение? Ну, это вот множество, которое состоит из всевозможных пар. 1а, 1b, 2а, 2b, 3а, 3b. Сколько элементов в x произведении y? Шесть элементов. Значит, на самом деле видно, что если у меня есть декортовое произведение двух множеств, то количество элементов в этом декортовом произведении равняется чему? Произведение – количество элементов в каждом из множеств. Понятно, но если я могу записать всегда декортовое произведение в виде вот такой таблички, здесь у меня будет столько строчек, сколько элементов в множестве x, и столько столбцов, сколько элементов в множестве y. Поэтому здесь получается произведение. Если в y тоже было бы отлично, у вас будет пара типа 1, 1, 1, 2 – это нормально. Вот эти вот штуки – это не множество. Вот эти вот штуки – это упорядоченные пары. Вот эти вот штуки. Видите, я здесь использую круглые скобки, а не фигурные. Потому что они не множество, а упорядоченные пары. Их можно сконструировать из множеств, но я сейчас не буду делать. Ну, смотрите, ну вот, допустим, если я, если вот, допустим, декортовое произведение, вот давайте посмотрим на такой декортовый квадрат множества 1, 2. Он состоит из четырех элементов. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Значит, вот четыре разных элемента. Важно то, что они упорядочены, то есть элемент 1, 2, элемент 2, 1 – это разные штуки. Вот. Теперь можно ввести n-то и декортовую степень множества x. Это вот я беру множество x и умножаю его само на себя n раз. Например, вот множество 1, 2 в третьей степени – это будет такое множество. она состоит из 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Вот из таких вот элементов. Соответственно, дальше вопрос. Если у меня есть конечное множество x, в нем сколько-то элементов. Сколько элементов в его n-кратной декортовой степени? В n-ную степень. Да, нужно возвести количество элементов в x в n-ную степень. Как это можно было бы увидеть? Можно было бы сказать так. Вот смотрите. Например, вот можно про вот эту вот штуку думать. Да, вот у нас было. Как можно про это думать? Вот нам нужно написать первый элемент вот этой декортовой степени. Мы можем выбрать либо единичку, либо двойку. Дальше нам нужно выбрать второй элемент. Мы снова должны выбрать либо единичку, либо двойку. И тут тоже либо единичку, либо двойку. Дальше нам нужно выбрать третий элемент. У нас снова два варианта. Да, смотрите. Модуль x – это просто число элементов. Как говорят, мощность. Число элементов в x. Я сейчас демонстрирую, что если у вас есть… Значит, если взять n-кратную декортовую степень множества x, то количество элементов в этой декортовой степени будет равно количеству элементов во множестве x, возведенное в степень n. Но не то, чтобы доказываем. Я просто демонстрирую, как это работает. Допустим, что у меня в x было всего два элемента. Когда я выбираю первый элемент моего набора, у меня есть возможность выбрать один из двух вариантов. Потом я должен к этому первому элементу приписать второй элемент. Это я могу сделать тоже двумя вариантами. И здесь двумя, и здесь двумя. Значит, здесь количество элементов умножилось на двое. Дальше, когда я приписываю третий элемент, опять же, я к каждой точке здесь приписываю две стрелочки. Потому что я могу выбрать следующий элемент тоже двумя способами. Еще раз умножилось на двое. Понятно, что если бы у меня в x было бы не два элемента, а три, то вот эта картинка выглядела бы так же, только здесь из каждой точки торчало бы по три стрелочки. Соответственно, каждый раз при переходе на следующий шаг у меня количество вариантов увеличивается во столько раз, каково количество элементов в x. Соответственно, здесь у меня получается набор 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2, 2. И так далее. Вот я выписывал все возможные наборы. Хорошо. Теперь следующий шаг. А если я теперь хочу выписывать упорядоченные наборы, но так, чтобы там не было повторяющихся элементов. Упорядоченные наборы без повторяющихся элементов. То есть что это означает? Допустим, у меня есть множество… Значит, вопрос такой. Сколько существует k-элементных упорядоченных наборов без повторений, без повторяющихся элементов? Где элементы берутся из n-элементного множества. То есть в декартовом произведении, в декартовой степени, элементы могут повторяться. Например, набор 2, 2, 2 разрешен. А сейчас я хочу запретить повторение. Давайте попробуем рассмотреть пример. И там будет понятен общий принцип. Пусть у меня… Пусть у меня x, скажем, 1, 2, 3… 4, то есть у меня n равняется 4, ну и давайте k равняется 2 для начала. Смотрите, значит, допустим, что я буду выписывать мой упорядоченный двухэлементный набор по очереди. Сначала первый элемент, потом второй элемент. Сколькими способами я могу выбрать первый элемент? Четырьмя. Меня ничто не ограничивает. Я могу на первое место написать либо единицу, либо двойку, либо тройку, либо четверку. Теперь, допустим, что я выписал единицу. Какие элементы я могу выписать на втором месте? Значит, 2, 3, 4 могу выписать. Единицу уже не могу. Если я выписал двойку, будет 1, 3, 4. Так, ну тут у меня уже маловато места. Давайте я как-нибудь вот так вот это запишу. Значит, 1, 3, 4. Здесь с тройки у меня будет 1, 2, 4. И из четверки у меня будет 1, 2, 3. То есть, если я теперь пересчитаю, что у меня получилось, значит, вот у меня есть 1, 2, у меня здесь есть 1, 3, здесь 1, 4, здесь 2, 1, 2, 3, 2, 4 и так далее. Значит, если я посчитаю, сколько у меня всего получилось наборов, то сколько? 12. Значит, нам нужно было 4 умножить на 3. На первом шаге мы выбираем один из четырех элементов. На втором шаге мы выбираем один из трех элементов. Какие именно элементы, зависит от того, что мы там выбрали на первом шаге, но их всегда будет 3, потому что один элемент исключен. Хорошо. А если бы я спросил бы, n равняется 4, k равняется 3? Что бы тогда получилось? У нас же на 2. Почему на 2? Два элемента использовали, два осталось. Значит, на третьем шаге мы бы выбирали уже один из двух элементов. Значит, здесь было бы 4 на 3 на 2. В общем виде ответ такой. Значит, на первом шаге мы выбираем один из n элементов. На втором один из n-1 элементов. И так далее. Последнее число будет n-k плюс 1. Значит, давайте поймем, почему здесь n-k плюс 1. Откуда плюс 1 берется? Почему не n-k? Нам нужно, чтобы здесь было k элементов. И начинаем мы с нуля. Здесь вот n просто минус 0. n-0, n-1 и так далее. Поэтому здесь будет n-k, n-k плюс 1. Ну хорошо, мы почти победили. Смотрите, чем отличаются вот эти упорядоченные наборы из неповторяющихся элементов? Чем они отличаются от подмножеств размером 2? Все элементы разные, мы гарантируем. Там все элементы неповторяющиеся. Это мы гарантируем. Порядок важен. Здесь 1-2 и 2-1 – это разные штуки. А если бы я спрашивал про подмножество, то 1-2 и 2-1 – это одно и то же подмножество. Смотрите, то есть фактически происходит следующее. Вот у меня есть вот эти самые мои упорядоченные наборы. Я могу их объединить. Вот я могу 1-2 объединить с 2-1. Это одно и то же множество 1-2. Могу объединить 1-3 с 3-1. Где-то оно здесь должно быть. Вот здесь должно быть 3-1. Это будет множество 1-3. Вопрос. Сколько будет каждый раз, значит, сколько каждый раз будет элементов вот так вот склеиваться? Два раза. Потому что как бы каждое множество можно записать двумя способами в виде упорядоченного набора. Либо так, либо наоборот. Поэтому, если я задам вопрос, сколько существует двухэлементных подмножество из n-элементов? О, не из n-элементов, давайте из четырех. То ответ такой. Значит, нам нужно умножить 4 на 3 и еще поделить на 2. То есть 6. Смотрите, 4 умножить на 3 – это наши упорядоченные наборы. А дальше я делю на 2, потому что каждому множеству соответствует 2 упорядоченных набора. Да, мы говорим, что с точки зрения множества они одинаковые, поэтому надо поделить на 2, когда мы множество считаем. Давайте посмотрим, как это будет в общем виде. Да, вот когда мы считали упорядоченные наборы, вот эти две штуки были разными. А когда мы хотим посчитать множество, мы должны их склеить в одно и то же множество. Поэтому множество вот здесь будет вдвое меньше, чем вот здесь было наборов. Потому что наборы разбиваются на пары, отличающиеся только порядком. И каждая такая пара соответствует одному и тому же множеству. Окей, теперь возвращаемся к исходному вопросу. Сколько существует k элементных подмножеств множества из n элементов? И ответ такой. Значит, нам нужно сначала пересчитать упорядоченные наборы. Упорядоченные наборы вот такие вот. Их вот столько. А теперь нам нужно поделить эту штуку таким образом. Значит, у нас есть упорядоченные наборы, которые отличаются только порядком. Сколько их? Вот смотрите, вот давайте я напишу какой-нибудь упорядоченный набор. Например, набор 1, 2, 3. Сколько существует наборов, которые отличаются от него только порядком? Да. Ну, давайте считать его тоже. Если его считать тоже. 6, 3 факториал. Ну, а почему так? Ну, потому что, опять же, мы можем использовать ту же логику. Допустим, я хочу как-то переставить элементы этого упорядоченного набора. Я могу на первое место поставить любой элемент из них. На второе место я могу поставить любой из оставшихся элементов. И так далее. В конце у меня останется только один элемент. Это k факториал. Получается вот такая штука. Или ее еще можно записать так. Смотрите. Вот у меня в числителе написано тоже произведение каких-то чисел последовательных. Если бы я дошел до единицы, получился бы факториал. Но я не дошел. Я остановился на n-k плюс 1. Поэтому можно то, что написано в числителе, записать как n факториал, разделить на n-k факториал. И получается вот такая формулка. Значит, вот это число называется биномиальным коэффициентом или числом, не помню кого, сочетаний. В общем, обозначается вот так. C с n-pk. Или другое обозначение вот такое. Я буду говорить с n-pk, потому что я так привык. Вот. Смотрите. Мы смотрим числители. Мы посчитали, сколько у нас упорядоченных наборов. А теперь нам нужно понять, как бы нам перейти от числа упорядоченных наборов к числу подмножеств. Мы знаем, что, например, упорядоченному набору 1, 2, 3 соответствует множество 1, 2, 3. Ну и любым другим наборам, которые получаются из него перестановка элементов, соответствует то же самое множество. Поэтому нам нужно вот это количество наборов поделить на то, сколькими разными способами можно переупорядочить вот этот набор. Потому что они все, все эти разные способы переупорядочить дают одно и то же множество. Но их можно переупорядочить вот таким количеством способов. Потому что переупорядочивание – это все равно, что мы, опять же, берем упорядоченный набор, который состоит из этих же элементов. С неповторяющимися элементами. На первое место можно поставить любой из этих, на второе – любой из оставшихся и так далее. Получается вот такая штука. Вот. Хорошо. Теперь, собственно говоря, бином Ньютона. Смотрите. Пусть у меня есть вот такое выражение – х плюс у в степени Н. Я хочу раскрыть скобки и привести подобное слагаемое. Давайте я какой-нибудь конкретный пример рассмотрю. Допустим, х плюс 3 в третьей степени. Я могу это записать в таком виде. Это х плюс 3 на х плюс 3. Простите, х плюс у на х плюс у на х плюс у. Дальше я могу раскрывать скобки. Что это означает? Это означает, что я должен из каждой скобки выбрать, какой элемент я сейчас беру. И его записать. Например, я могу начать с того, что я беру х, х, х. Могу выбрать х, х, у. Могу выбрать х, у, х. Могу выбрать у, х, х. Могу выбрать наоборот, скажем, х, у, у. Могу выбрать у, х, у. Могу выбрать у, у, х, х. И, наконец, могу выбрать у, у, у. Я сейчас просто выписал всевозможные со множеств, которые у меня будут получаться, когда я буду раскрывать скобки. Теперь нужно понять, какие из них подобные. Перевести подобные слагами. Во-первых, у меня есть вот такая вот штука. Оно стоит отдельно само по себе. Дальше у меня есть вот такие вот штуки. Х квадрат, у. Вот эта штука тоже х квадрат, у. И вот эта штука тоже х квадрат, у. Они все три образуют одно и то же слагаемое, их три штуки. Значит, плюс три раза по х квадрат, у. Ну, то же самое с вот этими слагаемыми происходит. Три раза по х, у квадрат. Ну, и, наконец, у в кубе. Значит, теперь смотрите, вот, допустим, я спрашиваю, как бы нам посчитать в общем виде, сколько у нас есть слагаемых, например, вот такого вот вида, х квадрат, у. Ну, что это означает? Это означает, что я должен выбрать из… Значит, кто такие слагаемые, которые превращаются в х квадрат, у? Это вот такие вот со множителя, такие произведения, в которых х написан один раз, а у написан два раза. Х написан два раза, а у написан один раз, да. Как их посчитать? Ну, давайте представим себе, что у меня есть… Давайте представим себе, что у меня есть сколько-то позиций, на которые я могу ставить либо х, либо у. Да, например, сколько существует вот таких вот слов, таких произведений, слов из букв х, у, длиной, скажем, 5. Ну, допустим, у меня была бы здесь не третья степень, а пятая степень, а длиной 5, в котором два раза встречается х, ну, хорошо, три раза встречается у, и два раза встречается х. Вот такого типа задачка. Цей из пяти, там, по три или по два. Почему это так? Ну, потому что можно про задачу думать так, что вот у нас есть пять свободных слотов. И дальше, чтобы получить слово, в котором три раза встречается у, например, я должен выбрать, где эти у будут находиться. Я должен выбрать три позиции из пяти, в которых нужно поставить у, в остальные я поставлю х. То есть это можно сделать именно цей из пяти по три способа. Потому что это как раз, как бы можно думать про то, что у меня есть множество позиций, то у меня есть множество номеров позиций, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Я из них выбираю трехэлементное подножество тех позиций, в которые я ставлю у. Я из них выбираю трехэлементное подножество тех позиций, в которые я ставлю, в нашем случае, х плюс у в степени n записывается таким образом. Это х в степени n плюс c из n по 2 по одному. Х в степени n минус 1y плюс c из n по 2. Вот такая штука плюс и так далее. c из n по n минус 1, x, y в степени n минус 1. И все заканчивается. Нет, ну вот в этом примере, вот в этом примере сейчас у меня было, я имел в виду, что я делаю хоть такую штуку. Вот я раскладываю х плюс у в пятой степени и смотрю на коэффициент при выражении х в квадрате на у в кубе. Вот на этот коэффициент я смотрю. Сколько вот таких вот штук? Ну, дальше можно посчитать, сколько их там будет. Ну, хорошо, собственно говоря, вернуться к числу e я не успеваю, но ладно, не страшно. Значит, дальше там некоторая техническая работа. Я думаю, что либо на семинарах обсудим, либо на следующей лекции. Вот. Хорошо. Продолжение следует...